Здравия всем любителям хоккея! На этой неделе хет-триком отметился лишь Владимир Тарасянко. Кирилл Капризов побил рекорд клуба по голам в одной серии Кубка Стэнли, отличившись 7 раз. Джонатан Квик сыграл на 0 в матче плей-офф в 10-й раз в карьере и вышел на первое место в истории Анхайл по этому показателю среди вратарей из США. Евгений Малкин стал лучшим российским бомбардиром в истории плей-офф Анхайл, обойдя Сергея Федорова. Он также вышел на третье место по голам в плей-офф в истории Питтсбурга. Сидни Кросби – шестой игрок в истории, набравший 200 очков в Кубке Стэнли. Владимир Тарасенко – второй россиянин в истории после Евгения Малкина с двумя хит-триками в Кубке Стэнли. Он также стал вторым игроком в истории Сент-Луиса после Брата Хала с 40 голами в Кубке Стэнли. Александр Овечкин отдал результативный пас во всех пяти играх со старта плей-офф, повторив рекорд Кэпиталс. И впервые с 1992 года в первом раунде Кубка Стэнли было сыграно аж пять седьмых матчей. А теперь к лучшим игровым моментам. Неделя 31. Усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Пример командной работы от Вашингтона – жесткий силовой от Ти-Джея Оши, своевременный пас Александра Овечкина и прекрасная реализация выхода один на один от Евгения Кузнецова. Птичка прилагается. В этом моменте мы отмечаем шикарную передачу Филиппа Дано на Тревора Мура. Своим оставлением нападающий Кингс исключил из эпизода Майка Смита, и Муру осталось не промахнуться по пустым воротам. Демонстрация высокого игрового интеллекта. Мэтт Дамбо отлично привез этот гол. Сначала ставил шайбу Райану Орайли, а затем дал себя легко обыграть Джордану Кайру, который на терпении еще и Марка Андре Флюри объехал. Прекрасное исполнение от нападающего Блюз. Отличное взаимопонимание демонстрирует нападающую Эдмонтона и защитник Лос-Анджелеса. Комбинация в одно касание. Конор Макдэвид переводит в центр. Алексайя Фала пытается защищаться, но делает четкий пас в касание на Леона Драйзайтле и шайба в сетке. Казалось бы, стандартный обстрел ворот Джонатана Куйка, но особую пикантность придает тот факт, что вратарь Кингс отзащищался без слетевшей ловушки. Повезло, что Кайлер Ямамото и Эвандер Кейн попали не туда, куда хотели. Но самоотверженности Куйка мы выражаем респект. При игре в меньшинстве можно легко убежать в контратаку, но не всегда легко сбросить догоняющего тебя соперника. Энтони Сирелли удалось это сделать на стиле. С разворота отправил в борт Марка Джиордана и этим же движением забросил важнейшую шайбу. Все знают, что Игорь Шестеркин играет клюшкой на элитном уровне. Вот таких передач через всю площадку точно на крюклюшке партнера стоит ожидать всегда. Но Пингвины попались и поплатились за это. Шикарная передача! А перед тройкой призеров минутка полезной информации. В НХЛ в разгаре плей-офф и наши друзья из атрибутики Энд Клаб презентовали серию бейсболок Винтаж Хоккей. Специальная ретро-коллекция посвящена винтажным логотипам клубов НХЛ. В серии есть также фирменные толстовки, штаны и футболки. Выбираю своего фаворита из крутейшей коллекции по ссылке в описании. Джейк Эттингер продемонстрировал главный вратарский навык ловля шайбы в ловушку. И сделал это чертовски эффектно. У Тайлера Тафоли бросок получился хороший и точный. Но галкипер Далласа дотянулся до этой шайбы и подарил нам шикарный эпизод. Классический выход 2 в 1. Но вот только Клод Жеру не стал бросать в касание после паса Картера Верхеги. А он спокойно на технику разложил Ирию Самсонова и завел шайбу в ворота. К такому повороту событий Вашингтон жизнь не готовила. Гол не только красивый, но и победный во всех смыслах. На ограниченном пространстве по футбольному Ник Пол оставил в дураках Ти-Джея Броди и завершил серию в пользу Тампы. Прекрасная работа ногами. Первое место. Ник Пол. Тампа Бэй Лайтнинг. Вратарь не должен дрогнуть в решающий момент. Но Луи Доминго не удалось сохранить холодную голову до конца матча. И он пустил вот такую шайбу. Как итог проигранный матч. Крайне неудачный момент для ошибки. Бонус недели. Не сказать, что Андрей Бураковский обладает одним из самых сильных бросков в хоккее. Но тем не менее, ему удалось порвать сетку в ворот Нэшвилла. Судьи, болельщики и телезрители не сразу поняли, что произошло. Но на повторе все становится очевидным. Удивительный момент. Двойной бонус выпуска. Перенесемся в плей-офф АХЛ. Ведь там случилось крутое событие. Гол вратаря. Джоэль Хофер оформил результативный бросок в пустые ворота. Молодой человек пошел по стопам 300 на Джарри и Алекса Недельковича, которые тоже отличались в матчах АХЛ. Круто! На этом все. Пишите в комментариях, какой момент минувшей недели вам запомнился больше всего и почему. А если вам понравилось это видео, ставьте свой хоккейный лайк. Подписывайтесь на наши основной и лайв-каналы, а также инстаграм и тикток. С вами была команда FoxHockey. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok